Всем привет! Сегодня у нас должна была быть онлайн-трансляция, но трансляция немного навернулась, потому что при переходе на дистанционное обучение все учатся чему-то новому, я вот пока что, наверное, не так прям научилась. Хотя у меня камера всего два дня, простите меня, пожалуйста. Сразу представлюсь на всякий случай, оговорюсь, что моя позиция... Меня зовут Олеся Алексеевна Вальгер. Я ставший преподаватель факультета иностранных языков кафедры английского языка, куратор первого курса лингвистических групп. И сразу говорю, что моя позиция и мои комментарии не являются официальным комментарием университета, официальный комментарий всегда нужно брать через пресс-центр. А у меня такой неформальный кураторский час с ответами на вопросы, которые мне поступают в последнее время. Что произошло? 17 марта наш университет перешел в дистанционное обучение, то есть у нас в аудиториях сейчас нет студентов, преподаватели все на работе, все учатся чему-то новому, у нас все очень интересно. Люди учатся пользоваться имейлом, если не умели, учатся делать преподательские сайты, если не делали, учатся пользоваться ресурсами, которых раньше не было. Кто вроде бы как все умел, вот решил научиться сделать онлайн-крансляции и пока не очень получается. Я кратко расскажу о том, как теперь вроде бы мы пока что планируем жить. Дистанционное обучение у нас с вами, ребята, будет до 18 апреля точно, а дальше, смотря по ситуации, потому что сейчас, скажем так, сложно что-то планировать вообще в мире, путешествия спланировать невозможно, и поездки, командировки. У меня вот накрылась очень красивая стажировка вместе со студентами третьего курса в Екатеринбург. Очень печально, потому что много сил на нее было потрачено. Но давайте не унывать и рассматривать это все как, знаете, рассматривать кризис как возможность. У нас сейчас такой момент исторический, когда мир вдруг получил глобальный пинок для того, чтобы перейти в онлайн. И этот переход в онлайн будет для нас немного болезненным, но, с другой стороны, мы все научимся делать все то, что возможности для чего уже были, а мы этим не пользовались, потому что нам было удобнее по привычке. А мир, оказывается, стал уже очень удобный, и в нем есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Значит, основная работа студентов и преподавателей на факультете иностранных языков будет идти через сайт, который называется препод.ru. В течение недели все преподаватели разобрались, как загружать на него свои задания. Сейчас вот сегодня загрузили, по-моему, практически все уже задания на эту следующую неделю. Задание на эту неделю у вас было на руках, вы просто должны каким-то образом отчитаться, что вы выполнили. И дальше на следующую неделю уже все должно пойти по налаженным рельсам. То есть, мы очень быстро переключили этот поезд гигантский. Там огромное количество студентов, огромное количество преподавателей. Вот этот поезд сейчас свернул с налаженных рельсов и пошел по рельсам, которые мы кладем прямо вам под ноги. Поэтому, если у вас вопрос в духе, вот преподаватель такой-то не выложил что-то на своем сайте, дайте преподавателю пару дней. Преподаватель скорее всего работает практически в круглосуточном режиме для того, чтобы все свои группы, все свои предметы обеспечить дистанционным обучением. Дальше у меня есть несколько таких важных, наверное, объявлений. Первое объявление связано с тем, что, в общем, проверьте, пожалуйста, составьте себе список по электронному расписанию всех предметов, которые у вас есть, всех преподавателей, которые у вас ведут. И не поленитесь зайти, открыть преподавательский сайт каждого из этих преподавателей, посмотреть, что там появилось для вашей группы. Дальше будет очень неплохо, если каждый сам для себя составит такой график. Можно это делать в доказком файле, можно это делать просто на листочки. У меня, например, сейчас листочек есть. В общем, вам надо научиться составлять себе график работ с дедлайнами, и он примерно будет совпадать с вашим расписанием, потому что, чтобы не толкаться локтями между преподавателями, мы решили, что мы будем пытаться примерно соблюдать наше расписание, хотя, понятное дело, дистанционная работа не укладывается в полтора часа, которые у нас раньше на нее с вами были. Дистанционная работа – это когда преподаватель работает в три раза больше, чем работал до этого. И я не знаю, надолго ли мы выдержим в таком режиме, потому что у нас работа стала совершенно круглосуточной. Я получаю 25-30 сообщений в час, большинство этих сообщений очень похожие, там, я не могу войти, я не могу прислать работу. Ну, все нормально, ничего, разберемся, не волнуйтесь. Через неделю все будет так, как будто мы все время здесь и работаем. Дальше у нас есть, ну, скажем так, пара требований. Не то, чтобы это требование, но, в общем, вам будет гораздо удобнее, если вы будете уметь это делать. Что надо первым делом научиться делать? Значит, все пытаемся научиться записывать видео. Пока видео от вас никто не требовал, но, я думаю, пупор, практик устной письменной речи постепенно, когда все немного перестроятся, переключатся, начнут требовать, чтобы вы записали какую-то устную отчетную работу. У вас есть время этому научиться. Очень важно научиться правильно называть все, что вы делаете, все документы. То есть, у меня, например, эта система уже отработанная, много лет веду все свои файлы, называя, к примеру, обязательно называя, что за курс, что за группа, что за фамилия и что за название задачи или задание, обязательно сортировать все очень четко по папкам. Например, у вас первый курс, второй семестр, список предметов, 0.1 пупор, 0.2 грамматика, 0.3 фонетика и так далее. Внутри этих папок все ваши материалы скаченные, сохраненные, названные так, как они называются, все ваши выполненные работы, и вы себе все оставляете, чтобы ничего не потерялось. В какой-то момент наверняка все сайты имеют свойство, когда все одновременно зашли загрузить домашнюю работу в пятницу вечером перед дедлайном, сайт может, например, там на 5-10 минут свалиться, потом он снова восстановится. У нас сейчас дистанционный отдел работает, наверное, как на войне. У них там телефоны разрываются, им все время что-то от них нужно, поэтому относимся ко всему с пониманием и наслаждаемся процессом. Как, знаете, там в «Игре престолов» говорили, хаос — это лестница. Вот наша задача сейчас по этой лестнице подняться вверх и не утонуть. Дальше, что у меня здесь есть интересного. Когда вы заходите на препод и на спию, у многих есть типовые проблемы, что у вас, во-первых, есть лишь проблемы с логином и паролем, вы звоните. Вы сначала первым делом пытаетесь восстановить этот пароль через свою почту, потому что вдруг вы его меняли. Дальше, если нет, пытаетесь вспомнить тот пароль, который вам раздавали в начале года, когда вы поступили на первый курс, вам всем раздали старостам листочки с тем, у кого какой пароль и логин. Возможно, это тот самый пароль и логин. И дальше, третьим делом, вы звоните в деканат и говорите, что вы там перевелись из другого университета, совершенно никак не можете вспомнить пароль. То есть все проблемы с паролями решаются не кураторами, а деканатом и техподдержкой. Дальше есть люди, которые смогли, например, зайти на преподавательский сайт, но не могут разместить свое задание. У них нет кнопки «Ответить» под сообщением преподавателя. Проверьте, пожалуйста, записаны ли вы на курс преподавателя. И в принципе, пожалуйста, когда вы будете в первый раз заходить на все страницы всех преподавателей, все ваши преподаватели должны получить уведомление, что вы записались на их курс. Это делается под обычной фотографией преподавателя. Слева в окне есть кнопка «Записаться на курс», «Записать меня на курс». И если вы ее нажали правильно, у вас появляется кнопка «Исключить меня из курса этого преподавателя». Исключаться из него не надо, по крайней мере, до 18 апреля. Но вам нужно быть записанными на курс, чтобы иметь права того человека, который может размещать ответы на задание. Дальше некоторые преподаватели, у которых очень много предметов, ввели систему кодовых слов, когда, чтобы посмотреть определенную тему для вашей группы, вам нужно знать кодовое слово вашей группы. Все эти кодовые слова всегда будут у старост. И, в принципе, стараемся преподавателям лишний раз не писать по вопросам с начала старости. Старост их посылает преподавателю. Потому что сейчас преподаватели работают не 8 часов в сутки, а там чуть ли не 20 часов в сутки. И отвечать на дополнительные вопросы у них времени не очень много. Они от этого сбиваются, начинается все еще хуже. Поэтому лучше общаться с преподавателями через старост или через куратора, в крайнем случае. Дальше важный момент, когда вы работаете онлайн, вы работаете в дистанционном формате, вам нужно соблюдать, от вас требуется очень много самоорганизации. И по самоорганизации целые учебники написаны, если кратко, чем вам надо заняться в ближайшую неделю. Вам надо составить режим график, распорядок и строгое внеследовать. То есть если вы находитесь дома, вы все равно, например, просыпаетесь в одно и то же время, переодеваетесь в рабочую одежду, потому что вы не представляете, это почему-то ужасно помогает переключиться на рабочий режим. Свои положенные 6-8 часов вы занимаетесь выполнением заданий. И после этого вы, например, в 6 вечера закончили заниматься выполнением заданий, прекратили всю деятельность, прекратили переписку, хватит делать вопросы. Вы должны наладить свой распорядок дня так, чтобы у вас было оптимальное рабочее время. В это рабочее время вы можете делать перерывы, желательно делать перерывы для того, чтобы глаза отдыхали, потому что мы, например, тоже не привыкли столько работать с компьютером, у нас тоже устают глаза очень сильно. И в это рабочее время вам нужно выполнять некоторую долю работы, которая вам обеспечит бесперебойную поставку заданий к дедлайну. Мы будем пытаться выставлять все дедлайны очень аккуратно, там к 10 часов утра 29 марта. По умолчанию, если это не выставлено время сдачи работы, то дедлайном будет являться конец рабочего дня. То есть если у вас дедлайн 30 марта, пожалуйста, не присылайте работы 23 на 39, 30 марта. Лучше это сделать в течение рабочего дня, потому что преподаватель вечером, скорее всего, уже будет браться за проверку. И проверка сейчас мы вырабатываем алгоритмы, как это делать, потому что тяжело, если на устном задании, например, кто-то один читает свое упражнение, преподаватель комментирует о выполнении, вы сами делаете пометки у себя в тетрадях, то есть одновременно получается 15-20 человек осуществляют работу, то в режиме дистанционном преподаватель будет вынужден либо тратить по 10-15-20 минут на каждую работу, а у меня, например, на курсе вас 96 человек. Я, честно говоря, пока не представляю, как я буду проверять все домашние работы. Но мы попробуем сделать онлайн-трансляцию с разбором работ. Мне кажется, это должно сработать, если, конечно, нас техника опять не подведет. Дальше вам необходимо, так, значит, я сказала про то, что вам лучше переодеваться для работы, что вам обязательно нужно наладить график и жестко ему следовать. Желательно не проваливаться в кроличью нору прокрастинации и прямо запланируйте себе в график полчаса на отдых, час на просмотр сериала, полчаса на переписку с соседями, с друзьями и так далее. Очень помогает, я не знаю, как вы это будете осуществлять, но я думаю, вы, люди подкованные, что-нибудь придумаете. Очень помогает в начале и в конце рабочего дня созваниваться группой. То есть вот 10 минут в чате каких-каком-нибудь, либо видеозвонок, либо просто все в чате отметились, всем привет, доброе утро, вечером вы все сказали, все, до свидания, мы пошли домой. Ну, то есть вы так дома, но вы прекратили работать. И у нас, в общем, должно получиться настроиться на этот лад примерно за неделю, за две. Тонкий момент, когда вы в соцсетях, я там тоже почитал, вы вопросы задаете. Понятно, что удобно говорить коротко, но у нас технически не карантин. Это очень важно. Карантин – это когда был какой-то контакт с больным человеком, этот больной человек потенциально был заразен, опасен в тот момент, когда вы его видели. И чтобы предотвратить распространение болезни, вас садят домой, вы не имеете права ходить. В университете сейчас не карантин, у нас не было никаких заболевших. На тот момент, когда университет перешел на дистанционный режим в Новосибирске, не было ни одного случая заболевания. И, собственно, это называются превентивные меры. Суть этих превентивных мер в том, чтобы, когда в Новосибирске начнется эпидемия, судя по всему, эпидемия начнется везде, но это не страшно, не паникуйте, нужно, чтобы успевала пропускная система медицинского обслуживания справляться с тем потоком людей, которым нужна срочная медицинская помощь. Для этого нужно, чтобы любой вирус распространялся более медленно. И тем, что мы ограничили так ответственно, перевели на дистанционное образование вузы, перешли на каникулы пораньше школы, в магазинах, там, я думаю, какие-то меры сейчас тоже наверняка возят. Но, честно, даже новости не успеваю читать уже четвертый день. В общем, все это — это меры ответственности, когда люди готовятся на будущее. И если мы все сделаем правильно сейчас, то у нас не будет никаких таких страшных смертей, как в Италии, или не будет такого массового распространения коронавируса. Мы будем постепенно, чуть-чуть, аккуратно болеть, ну, как население, как вся страна. И наши медики будут успевать спасать людей. То есть, в общем, врачам, спасателям, пожарам и всем остальным гигантское спасибо. Они у нас просто будут действительно спасать. Так, в общем, у меня, наверное, кажется, все. У меня только есть пара объявлений про то, что еще я сегодня планировала сделать на канале. Значит, сегодня у нас в час 15 должна прийти Молли в университет Молли-Бола, наш обменная программа Фулбрайта, ассистент кафедры английского языка. И она, к сожалению, будет вынуждена нас на следующей неделе оставить, потому что при переводе на дистанционное образование нам, собственно, не получается вести разговорный клуб, не получается вести вот эти разговорные занятия в этом режиме. Ну и, собственно, пока рейсы еще летают, хорошо бы, чтобы Молли успела вернуться домой, а потом может случиться много всяких интересных вещей. Там, билеты в США по 600 тысяч рублей, это уже сейчас реальность. В общем, мы с ней запишем, скорее всего, видео, примерно, это учасовое, где пообщаемся о том, как прошел этот год, и потом она появится на этом же канале. И впоследствии, примерно к 4 часам дня, я планирую разобраться, как все-таки сделать онлайн-трансляцию, чтобы звук не был такой жуткий, мерзкий и кошмарный. В общем, ребята, все так интересно, у нас исторический момент, мы живем просто в будущем, вот буквально через 3 месяца. Я думаю, все научатся вести деловую переписку, все научатся называть правильно файлы, все научатся санитарной гигиене, владение компьютером, когда у вас не гигантская помойка на рабочем столе, а все рассортировано по папочкам очень хорошо. В общем, давайте рассматривать кризис как возможность научиться всему тому, чего мы давно хотели и не умели. Ну, в общем, не унываем, работаем, проверяем преподавательские сайты, проверяем свои пароли, не паникуем, если у вас что-то не получается. С техникой всегда все с первого раза не получается, ощущение очень неприятное, только что я его испытала, но это нормально. То есть, когда вы там ходить учили, учились вы тоже там падали 50 раз, потом вроде сейчас все ходят, никто не падает. В общем, научимся всему, я вас люблю, вы не паникуете, читайте поменьше новостей, ограничивайте чтение новостей в 10-15 минут в день, а то вас затянет, вы наружу будете все время читать новости. И все хорошо, всем до свидания. Как говорят, подписывайтесь на наш канал. В общем, да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok